Помощь матери при кормлении грудью. Это самое благородное дело. Наша цель показать здесь некоторые самые основные навыки, которые нужны акушерке для того, чтобы помочь матери в успешном кормлении грудью. Многим матерям потом легко удается самостоятельно кормить ребенка, другим требуется специальная помощь. Наиболее широко распространенные проблемы грудного вскармливания часто бывают вызваны затруднениями, с которыми мать столкнулась во время первых кормлений. Наша программа направлена на то, чтобы помочь акушеркам передавать свои знания и тем самым предотвращать возникновение проблем. Самым важным навыком можно считать умение правильно приложить младенца к груди. Это, в свою очередь, определяется вашими знаниями, подготовкой, отношением к делу и навыками. Хорошее понимание физиологии лактации и поведение ребенка при кормлении грудью являются необходимой отправной точкой. Важной частью нашей акушерской подготовки является способность определить, правильно ли младенец приложен к груди и знания тех приемов, с помощью которых этого можно добиться. Акушеркам следует постоянно стремиться к приобретению новых знаний. Чтобы поделиться своими знаниями, вам необходимо обладать педагогическими способностями и, прежде всего, выработать у себя чуткий, внимательный и доброжелательный подход. По мере того, как вы будете практиковать эти навыки, ваша уверенность в собственных силах будет расти, как будет увеличиваться и уверенность матери в себе и в вас. Первое прикладывание новорожденного к груди – это ваша первая возможность начать обучение матери. Опытная мать могла позабыть, что именно происходит во время самых первых кормлений. А для каждого ребенка – это его или ее самое первое кормление. И поскольку на младенца мог повлиять ход родов, то невозможно предсказать, как пойдет дело. Процесс обучения начинается с основного – с того, как определить, что младенец голоден. Во время своего первого кормления он проявит готовность сосать, начав искать грудь. Следует обратить на это внимание матери. Как только ребенок покажет, что он голоден, вы можете обсудить основные моменты – позу матери и способы подносить ребенка к груди. Мать должна научиться вызывать у ребенка инстинкт сосания, почувствовать, когда именно следует дать ребенку грудь, чтобы он смог хорошо присосаться. В этот момент не все матери бывают готовы к тому, чтобы прислушаться к совету акушерки. Но когда ребенок начнет хорошо сосать, наступает удачный момент для того, чтобы обсудить основные принципы лактации и ту важнейшую роль, которую будет играть в питании ребенка материнское молоко. Например, очень важно объяснить, какую ценность для ребенка представляет молозиво, которое содержит антитела, а также всю жидкость и питательные элементы, необходимые ребенку в первые дни жизни. Правильное кормление, ориентированное на потребности ребенка, приводит к тому, что количество материнского молока соответствует этим потребностям. Так что мать может быть уверена в том, что у нее вырабатывается ровно столько молока, сколько нужно ее ребенку. Теперь мы посмотрим все от начала до конца. Этому младенцу всего 36 часов, и он еще ни разу не получал настоящего кормления. Вы никогда не видели, как ваши сестры или подруги кормят ребенка грудью? Нет. Сейчас это довольно часто бывает. Кругом все кормят детей смесями из бутылочек. Так что мы держим детей так, словно собираемся дать ему не грудь, а соску. Поэтому иногда у нас ничего не получается. Я собираюсь показать вам шаг за шагом, как прикладывать ребенка к груди. Ну вот. Первым делом надо убедиться в том, что ротик у нее свободен. А вам самоудобно сидеть? Да. Прекрасно. Вы сидите очень хорошо, прямо. Это очень важно. Обратите внимание на то, как акушерка внушает матери чувство уверенности и помогает ей установить контакт с ребенком. Очень важно, чтобы ее тело и голова лежали ровно. Вы кладете ее на бочок, чтобы ей не надо было поворачивать головку. Теперь надо, чтобы ее носик оказался напротив соска, а ее ручки. Я покажу вам, что надо делать. Когда малыш голоден, ему хочется взять в рот хоть что-нибудь. Так что иногда во рту может оказаться ручка. Так что лучше, чтобы ручки не мешали. Вот эту ручку мы заведем назад. Она должна оказаться под грудью и у вас за спиной. Возьмите ее ручку и прижмите к своему боку. Правильно. Теперь посмотрим, что делать со второй. Если она ухватится за сосок, вам, наверное, придется ее отвести. Но пока она нам не мешает. Теперь ее носик прямо напротив соска. Это значит, что рот как раз под ним. Очень важно помнить, что весь околососковый кружок, темная часть груди, должен попасть ей в ротик, потому что она должна сосать не сосок, а грудь. Так. Теперь мы отведем эту ручку и подождем, чтобы она как следует открыла рот. Вот теперь я обхвачу пальцами грудь. И пусть она ее полижет. Пусть почувствует, что у нее здесь есть, и разохотится. Вот. Теперь она хорошо раскрыла ротик. А теперь, видите, я направляю сосок ей в небо, чтобы он лег ей далеко на язык. Вот. Я вкладываю сосок ей в рот. На этот раз не получилось. Тогда пусть она его отпустит, и мы начнем снова. Хорошо. Вот видите? Темный круг почти совсем исчез у нее во рту. И она сосет очень часто. Это потому, что она пока не получает молока. Рефлекс молокоотделения еще не работает. Ритм сосания не меняется. Это говорит о том, что девочка не получает молока. Задержка выделения молока, скорее всего, объясняется тем, что ребенок плохо взял грудь. Об этом нам говорят следующие признаки. Наморщенная кожа около соскового кружка. Продолжительное, частое сосание с втягиванием щек. Слишком сильное отведение верхней губы. Нижняя губа загнулась внутрь. Если неправильное прикладывание груди не исправить вовремя, у матери будут усиливаться болезненные ощущения в сосках. Кормления будут очень длительными, и ребенок, скорее всего, не будет добровольно заканчивать кормление. В результате этого младенец может стать ленивым или плохим сосуном, а это будет вести к тому, что мать усомнится в своей способности скармливать ребенка грудью. Акушерка видит, что ребенок плохо сосет, и показывает матери, как отнять его к груди. Она делает это, нарушив плотный контакт между материнской грудью и ртом младенца. Теперь мы увидим, как с помощью акушерки мать сама приложит ребенка ко второй груди. На этот раз совершенно правильно. Признаки того, что младенец присосался правильно. Его подбородок и нос чуть вдавливают грудь. Щеки остаются круглыми и не втягиваются. Когда молоко прибудет, сосательные движения станут долгими, медленными и размеренными, а в ходе кормления будет несколько пауз. Пусть она немного потянется головкой. А теперь дождитесь, чтобы ротик широко открылся. Нет, немного пошире. Вот. Теперь она лижет грудь. Теперь ненадолго отведите грудь, и пусть она откроет рот совсем широко. Тогда можно будет опустить сосок. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!